Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок, и мы вместе растим свой сад здоровым и урожайным. Конец августа, начало сентября, самое время позаботиться о том, как правильно подготовить наши яблоки и груши зимних сортов к хранению. Согласитесь, как приятно пойти в подвал и достать оттуда красивое, целое, здоровое яблочко. Но чтобы это получить, позаботиться нужно уже сейчас. Для того, чтобы ваши яблоки хорошо хранились и меньше гнили, нужно уже сейчас начать обработки. Но не простые. Сейчас досъема осталось совсем немного, и применять тяжелую, серьезную химию многие не рискнут, и это правильно. Поэтому обращаем внимание на биопрепараты на основе сенной палочки, на основе бактерий Bacillus turingiensis. Эти микроорганизмы способны защитить наш урожай поздних сортов яблок и груш даже во время хранения и от гнили, и сейчас от плодожорки. Сейчас, пока стоит хорошая погода, не забудьте, пожалуйста, обработать свои сады биопрепаратами для защиты от плодовой гнили, от гнили хранения, от плодожорки. От плодожорки прекрасно помогает всем известный лепидоцит, а также битоксибацелин. Он еще поможет справиться с тлей, которая по-прежнему сидит у нас на листиках и портит настроение садоводу. Ну а с тем, чтобы справиться с плодовыми гнилями, вам помогут другие биопрепараты на основе триходермы. Препараты, пока находятся на поверхности яблока, защищают его от вредных организмов, но они способны смываться, поэтому вносить их нужно часто, каждые 5-7 дней. Но зато мы получаем экологически чистую продукцию. Второй важный момент – это подкормка кальцием. Сейчас последний момент, когда можно и нужно ее сделать. Кальций делает кожицу наших яблок прочной и устойчивой к повреждениям, как болезнями, так и вредителями. На 10 литров воды возьмите 60 грамм кальциевой селитры, кальция на 3. Это приблизительно 2 спичечных коробочка без верха. И обработайте в вечернее время. Смешивать препараты кальция не стоит с другими препаратами, даже биологическими, а лучше разнесите их по времени. Допустим, сегодня вы обработали кальцием, через день или два вы обработали препаратами для защиты от болезней и вредителей. Ну и, наконец, мы все хотим, чтобы яблоко было красивым. А это можно сделать следующими способами. Во-первых, осветляющая обрезка. За лето выросло много побегов, которые затеняют наши яблоки. Некоторые из них мы вырежем во время весенней обрезки, но эту операцию можно сделать сейчас, убив сразу двух зайцев. Во-первых, конечно, мы удалим ненужный побег, либо укоротим его. А во-вторых, мы откроем яблоки солнышку. На солнце яблоки приобретают яркую окраску. Давно было замечено, что те яблоки, которые лучше окрашены солнышком, хорошо им прогрелись, имеют не только более яркую окраску, но и содержат больше сахаров, больше витаминов, биологически активных веществ и лучше хранятся. Соблюдайте вот эти простые правила. Да, придется постараться, но оно того стоит. И поверьте, зимой вы будете наслаждаться ароматом чистых, здоровых, прекрасных яблок и груш. Процветание вам и вашему саду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Субтитры создавал DimaTorzok